Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня у Гомеля прошла объединенная коллегия областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях, областях Асхарчу, прокуратуры и управления внутренних справ. Такое представительство выкликано ситуацией, что склалося в агропромысловом комплексе региона с выполнением законодательства обеспечения. На что звернули увагу дельники коллегии, и какие додатковые меры плануются принять в регионе, ведают наши корреспонденты. По информации вратовальников, все лето колькость пожаров на Гомельщине скоротилась, и это выник работы всех затекавленных боков. Что, между тем, не означает отсутствие проблемных галин. Агропромысловый комплекс сяродых. С початку года только официально зареистрованных выпадков порушения. Законодательства пожарные безпецы тут каля 13 тысяч. Разом с тем, гэтая лишьба может не адлюстровывать реальную ситуацию. Во вселяком разе сегодня вратовальники кажут об наявности достатково значной колькости фактов, калю в сельских господарших предприемствах утойвать выпадки узгарання. Торфяные поля горят, субъекты хозяйствования, которым они принадлежат, они мер, соответствующих по раннему обнаружению, по сообщению этой информации умалчивают. Когда уже более масштабные пожары, тогда мы уже сами подключаемся, вовлекаем всех, ну и, соответственно, нанесем тоже материальные потери. По выниках проверок, только в этом году до административной отказности притягнули 180 керовников, каля 500 специалистов розного узровню. Правда, кардинально на ситуацию гэта практически не поуплывала. Шмат, які отказные особы по требованию правилу пожарной безпеки як порушали, так и протягивают порушать. Ситуация, у некоторых сельгазпредприемствах, разглядалася на коллегии областного управления Министерства по надзвычайных ситуациях еще два годы тому. Але за минулый час ничего не изменилось. Усё гэта, примушая распрацовывать, с додатковой мерой по наведению парадку. Причем на таким узровник, а лирошение об отхилении от займаемой посады и протягнение до отказности будут прыматься максимально оперативно. Губернатор и поставил задачу где-то ежемесячно рассматривать с его участием вопросы порядка в том или ином районе, с участием председателя исполкома, с участием руководителей с их госпредприятий. То есть это не какая-то компанейщина, а это долговременная вот такая вот программа, которая направлена на цели на наведение порядка на нашей земле. Ну это все идет и в контексте того, что и требует глава наш государство. Олег Сентюров, Максим Савин, Валера Игапанько, Телерадо, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Чарговая телефонная размова с жихарами региону по хвалючих их пытаниях отбудется завтра. Процедники выканавчей улады проведут промые линии. С 9 до 12.01. Звороты грамадян будет принимать наместник старшини гомельского Аблова Конкама Олег Михайлович Пачынок. Нумер телефона у Гомелли 75 12 37. Параллельно промые линии у праведей керауник справ гомельского Гарвы Конкама Алексей Анатольевич Васюченко. Звонков от жихарова областного центра чекают по номеру 71 07 62. Як и зауседы по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Конкамах. На Гомельщине практически на 100% завершена заготовка садовины и городнены на межсезонный период. Протягивается только закладка капусты, которая будет житовляться до 15 листопада. У сего кооператоры в области закупили у насельництва больше 30 видов рослиноводшей продукции. У гомельским райспожил союзица на напрямую продукцию изменяется амаль кожный день, в залежности от попыту. Всю информацию кооператоры расповсюдживают про СМИ альбо размешаются на стендах своих магазинов. Коли объемы закупаемой городнены великие, специалисты выезжают на место. У остальных выпадках люди сами привозят свою продукцию у сховища. Тут у специально аккредитованной лаборатории проводится процедура проверки якости. Если это с каких-то хозяйств, то, как правило, у них есть декларация на эту продукцию и вся документация, фитосанитарные протоколы, испытания. То есть они нам это все дают. Продукция у гомельским райспожил союзи не затримливается на долгий час. Яна знаходится на складе часового захования, а после шагона кировается на сховищах Субрылева и комбината Усход. Менавито там яна и знаходится у весь межсезонный период. С сельско-господаршими предприемствами заключены отповедные погодненни. У вогули закупка фруктов и городнены у гомельским райспожил союзи ожитивляется на протягу усяго года. Мы принимаем излишки. Кто-то где-то прячет, по весне принимаем. Кто-то дома сохраняет, потом принимаем. Это как картофель. А в основном заготовка начинается у нас с сентября. Кроме предприятий торговли, мы еще занимаемся отгрузкой продукцией на экспорт. Это в Российскую Федерацию. На гомельской универсальной базе пять камер для сельско-господаршей продукции. В 2012 году после их модернизации были усталеваны специальные сплит-системы, которые позволяют заховывать оптимальный температурный режим у весь межсезонный период. Мы уже практически заложили всю необходимую продукцию, которую планировали. Сейчас дозакладываем лук и на начало ноября месяца осталось заложить яблоки. И в принципе у нас полностью объем закладки, который мы планируем, будет выполнен. Амаль – 2600 тонн бульбы, больше за 2500 тонн городнины и 450 тонн садовины. У таких объемах продукция закладена у сховища гомельского Аблспожил Союза. У вогулі на территории в области находятся 24 такие объекты, агульной вмешальностью до 4800 тонн. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отеля радиокампании «Гомель». Восиньские шедевры. Под такой назвой сегодня у Гомеля пройшов майстер-класс работников школьных столовых. Чим могут сдевить мясцовые кулинары и чему не усе их вырабы, можно убачить и на вучальных установах. Поцекавеюся Олег Синцерову. Школьная столовая сегодня не просто место для приема ежи. Тут и об перевагах витаминной продукции поведомить и научить детей правильно харчаваться. Некоторые кажут, потом реализуются отременные веды дома. До школьных столовых зараз у вогулі повышенная увага и не только с боку наставников. Частая гости тут – специалисты-эпидемиологи. Правда, порушения у приготованной ежи в опошний час практически не выявляются. Разнообразная, полноценная, сбалансированная. Проводится цель витаминизации готовых блюд. Вот на эти все вопросы мы при проведении проверок обращаем внимание. И мы можем сказать с полной уверенностью, что питание соответствует всем требованиям. Почас работы Совета по харчаванию у центральном районе Гомеля Пытание якости школьных страв уздамается знову. У тым сенси, як у рамках продугледженого финансовання прогадаваць бачь смажна и корыстна. До речи, некоторые бацьки кажуть, што их деці часто приносить назад бутерброды, які даюць дома, хапае і того, што пропануюць у школьных столовых, каці без неких асабдівых далікатесів. Щопак с маслинами, грыбами і лимоном. У вогулі убачить такую страву можна толькі на выставі. Кап накормить усю школу, необходно як минимум 100 таких рибін, а ка піх пачістіць, не хопіць і цілого працонага дня. Масковская тенденція, калі школьные столові называюць ресторанамі і оформляюць ту русскім, ту бразильскім стылі, до гомеля яще не дашла. Тут у воглі не лічыць гэта самамэтай. Інча справа, што повышаць прасійны уздровінь работнікав, в обласнім центри мкнуцца пастаянна, ўсові зі чым проводзіць майстер-класы. Толькі ў гэтам годзі спачатку новогодні астравы рахтуваць в учызіся. Готамавеці бульбяны бум, ця первось госінські шедевры прадамістравалі. Такая прагта, када естта навчавынікі, ўрешці, калі справы прагатаваны саправданымі прасіоналамі, гэта школьному іміджу толькі на карість. Дзесь прадусматриваецца паказаць своє мастерство, чому научылся повар за період работы в дошкольном учражденні і в школах і гімназіях. В школах і гімназіях більш розширенне питання, а в дошкольних учражденнях оно предусматриває щадящее питання, діетічіске питання, гдзі обработка блюд праїзводзіцца толька на пару. Аліх Сінчіров, Валерій Гапанько, Телі Раду, компанія Гомель. Дзісятае олимпіяда школьнікаў Саюзныя Дзержавы, Расія і Беларусь, історичная і Духовная Супольнаць падыходзіць до свайго завяршэння. Для ўдзельнікаў олимпіяды гэта не толькі інтэлектуальнае спаборніства, а яшчэй новае знайомства і уражэні. Організаторы ўбілейна олимпіяды зрабіли ўсё макчымае, кабу спаміны прагэтую падзею школьнікаў і їх педагогаў засталіся надоўга. Насычэнная культурная праграма, таму свечэнне. Кожнае з 34-х камант ўдзельніц з 23-х регіонав Расійськай Федерацы із ўсіх районав Беларусі, мэла макчымасть пазнаёміцца з галонымі славутостями Гомеля. Сярут пунктаў экскурсіна га маршруту Абласны музей военной славы і Гомельскі палацава паркавы ансамбль. А наперэда дні ўдзельнікаў олимпіяды запрасіли на ўрачысты баль «Саюз сэрцаў, саюз дзержаў», ікі адбылся ў колоннаў зале палацы Румянцевых і Паскевичаў. Гости перанесліся ў 18-е стагодзе ў эпоху графа Румянцева. Шароўная атмосфера і гістарычныя костюмы і тоя без чагу не обыходзіцца не адзін баль – танцы. Паланэс, берлінская полька, вальс і сапраудны марш. Кульминація вечара став символічны запуск шароў ў гонар юбілею олимпіяды. Дзені адкрытых дзвяры адбылся ва управлэні ўнутрэных спраў хомельскага аблывы канкама. Галонымі ўдзельнікамі мерапрыемства, якое праводзіцца, што год, сталі навучэнцы старшых класаў, патэнціяльныя кандыдаты на паступлення ў аддукаційныя установы системы ўнутрэных спраў. Выпускнікам наступнага года асюрады яких макчыма ёсті будучэ курсанты паказали фільм про альма-матрсу працовніка ў беларускай милицыі Махилёўскі інстытут Міністырства ўнутрэных спраў. Проставнік установы распавёл про умовы паступлення, а хлопцы-дзеўчаты, які ўжо з'являюцца курсантами, падзялиліся своімі ўраженнями. Неформальну атмосферу мерапрыемству стварыл концерт. На сцене знайшлося месце і песням, і рукопашным схваткам. А самым ярким нумарам стаў танец прысвечэныня лёгким будням Дарожна-патрульной службы. Я в спорці. Сімнацыты тур національнага чемпіонату па хакеў сюрпрызав не прынёс. Амалюсе фаварыты атрымалі заслужаная перамогі. У тымліку ёжлобінскі металургікі на сваім людзі разграміў Брэст 5-1. І толькі гульня паміж Гомілем і Мінска юнастю ўразіла навад самых вопытных аматораў хакея. Як праходзі ў адзін самых яскравых і напружыных матчаў сізону, ведая Вольга Вальчэнка. Пірад гэтым матчам турнірная становішча наступная. Юны займае першы радок турнірный табліцы. На іх рахунку 44 очкі. Хакейны клуб Гомілем с 33 баламі займае чацвёрты радок. У гэтым чемпіонаті команды сустракаліся толькі адзін раз. Тады гамяльчані на выезде саступілі з лікам 2-6. Ізразуміла гамяльчанам патрэйбін был рэванш. Вось толькі юны з першы хвілін пачала жорстка ткаваць вароты Ігара Брыкуна. І чакана адкрыла лік на 9-й хвіліні. Першую шайбу закинул беларускі канадец Данель Корса. Гамяльчані трохі пачакалі, пыд конец першого перээду ўсё ж такі зравняли лік. І ў балельшыкаў з'явілася надія. Ну, ну, пакудава терпима. Пярвыми прапустились, умелі сравняць. Ну, мы верім, шо наша команда сьогодні одержыць пабеду і обыграець юнаць. Я думаю, будзе 4-1 нашы выграют. Штука заурысям падчас перапынку галуны трэнер не вядома. Але на лёд яна вышлі з усім іншымі гульцамі. З розніцэй ў 1-2 хвіліны ў вароты юнаці пачалі залятаць шайбы. Пасля ліку 4-1 мінчані вырашылі замяніць галкіпера. Але це, право скажемо, не допомогло. Гости зловаліся, отримували штрафні хвіліны, а гамельчані тут ж реалізовували більшість. Шайбовий марафон завершила зладженая робота Александра Житких і Эдіса Брахманіса. Тут уже мінчані зразуміли, що справа не уголкіпері і вернули на лёд Александру Барадулю. Третій період був скупына галы, зато я щодоріна емоція. Штрафы гульця обіцьвух команд отримлювали лець не кожну хвіліну. Але найбільші выделюся емоційній курсі. 47 хвілін штрафа за один раз і однознашно жісту бок місцівых болельщиків. А на контвідаліні у тренерського штаба гостей було як за усёды своє меркавання. У нас якісь, знаєте, столкнувся, упал 2 минуты. Столкнувся, упал 2 минуты. Хатя об одному і тому ж говорі, що толкується, бесполезно. Хокків здаються на ногах, а не валяться, як сьогодні. Задовго до конца гульні стало зрозуміло, що Гомель з долі у спині з 15-ти матчевою переможною серою юності. Госпідари льоду закинули яще і сьомую шайбу намаганнями Олександра Яронова. І навіть була восьмая. Її, правда, не залічили. Однак гэта уже не впливала на гульний настрой і кончатковий вынік. Хоккейний клуб Гомель розграмів Мінську юнасть 7-1. В Ольга Вальченка, Ігор Марышченко, телерадуя компанія Гомель. І на гэтым випуск завіршений. Усяго добрага і до нових сустреч у ефіри. Дякую за перегляд!